Молодая гвардия 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 Когда он охарактеризовал советский коммунизм и нынешний западнизм, он тогда нас предупреждал, что надо очень аккуратно и разумно использовать лучшие мировые практики, но не забывать, что наша тысячелетняя держава. Я хочу вам напомнить, что в мире сегодня более 200 государств, но всего с десяток стран, которые имеют тысячелетнюю историю. Мы входим в этот разряд уникальных государств мира. В мире всего есть пяток стран, которые изобрели все виды художественного творчества и научно-технического. Мы входим в этот ряд. Но входя в этот ряд, надо помнить, что мы впервые за тысячу лет своей истории стали ведущей научно-технической державой в советскую эпоху. Не случайно мы первые прорвались в космос, создали ракетно-ядерный паритет и наша наука давала каждое третье мировое изобретение еще недавно. Если бы отталкиваясь от этого и прислушившись к советам Зиновьева, мы бы провели реформы хотя бы наподобие Данциапина. Мы бы сегодня были впереди планеты всей. Но нас строили в хвост дядю Сэму, сказали, что рынок все отрегулирует, а рынок нам раздавил 80 тысяч предприятий и уничтожил целые отрасли, потому что на рынке не любят сильных конкурентов. И по-прежнему нас выжимают со всех сторон. И санкциями, и нацистами-бандеровцами в Киеве, и натовскими войсками, которые маршируют в Прибалтике. Поэтому очень важно помнить заключение советы грамотных, мужественных и сильных людей. Я к таким отношу Александру Александровичу и благодарю Фокина, который, на мой взгляд, сумел в его биографии отражить все самые сложные, драматические, и одновременно все самые яркие страницы жизни. Сумел показать гениальность, логика исследователя, который, несмотря на трудности и политические веяния, всегда пытался и старался говорить правду. Ольга Мироновна знает, что в трудные времена я помогал максимально. Семья знает о том, что я приглашал Александра Александровича, он перед молодыми депутатами и нашими идеологами считал целый курс лекций. Я хотел, чтобы молодежь понимала логику его исследований, ценила всю тысячелетнюю нашу историю и помогала развиваться в суверенной независимой стране. Из заключения хочу вам напомнить, за последние 500 лет суверенитет не теряли только две страны, наша и Великобритания. Будем руководствоваться умными заповедями талантливых людей, думаю, выберемся из этого системного кризиса. Но последнее хочу всем напомнить. Я писал закрытую записку президенту и премьеру о 12 кризис капитализма за последние 200 лет. Последние два системных закончились мировыми войнами. Из Первой мировой распавшейся, униженную, убитую империю вытащила советская власть, когда построила страну на основе труда, дружбы и качественного образования. Из второго кризиса вытащила наша победа в мае 45-го. Но мы за нее заплатили 27 миллионов лучших жизней, лучших сынов и дочерей Родины. Этот системный кризис, куда провалились почти все страны, еще не закончился. На мой взгляд, одному Богу известно, что будет впереди. Но нас будут уважать при одном условии. Если будем умные, сильные, грамотные и образованные. Мы сильные и умные в этом мире. Никому, кроме себя, не нужны. Потому что у нас огромный материк от Балтики и Черного моря до Тихого океана, а на нем проживает все 2% населения планет. Если бы 40 с лишним миллионов гектаров не заросли бурьяном в последние годы, мы бы спокойно кормили своих 150 миллионов, еще 500 миллионов отборными продуктами. А мы половину завозим чужого, довольно часто плохого качества. Завершая, еще раз хочу сказать. Александр Александрович Зиновьев своего рода гений. Наш русский, талантливый, мужественный, храбрый человек, прошедший тяжелую жизнь, испытавший многие невзгоды и понявший, что представляет из себя мир. Он особо подчеркнул, что советский социалистический мир был вершиной достижения человечества. Несмотря на трудности и перекосы, я абсолютно согласен с этим выводом. Еще раз хочу поблагодарить и Ольгу Миронну, которая вложила душу в эту работу, и Покина, который сумел передать и трагизм, и величие эпохи, и талант Александра Александровича. Спасибо вам.